Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вот на этой неделе появилась информация весьма тревожная о том, что вот по данной ассоциации производителей яиц и птичьего мяса, наверное, так можно перевести вот в массе желтка, которая к нам импортируется из Украины обнаружена салмонелла и ассоциация потребовала проверить все партии яиц, которые поступают к нам, и продуктов из яйца, которые поступают к нам с Украины. Об этом мы сегодня поговорим вообще о ситуации и тенденциях на рынке торговли яйцами с руководителем ассоциации производителей яиц и птичьего мяса Анны Эрлихой. Добрый день! Здравствуйте! Да, действительно, как вы узнали о том, что к нам поступают партии вот этого яичной массы, в которой обнаружена салмонелла. Насколько вообще это опасно и попадает ли это все в торговую сеть? Значит, мы это узнали из страницы Еврокомиссии, где каждая страна Евросоюза должна сообщать, если они находят какие-то отклонения от, так скажем, нормы в импортах. И мы это нашли в этой, значит, домашней страничке и были удивлены, что одна партия была найдена в конце апреля, а вторая в начало мая. После этого, я так понимаю, что когда вы обратились в ПВД, вот это вот ветеринарно-подовольственные службы, то выяснилось, что на границе проверяются не все партии, которые поступают, в частности, из Украины, а только в выборочном порядке. Не так ли? Да, потому что это просьба Еврокомиссии. И наши ПВД, они молодцы, они, конечно, делают хорошую работу, но все... Все партии они не проверяют. А почему? Да, потому что не хватает средств. То есть, если бы были достаточно бюджетных средств, они могли проверять все партии? Да, да. Конечно, они, наверное, проверяют документацию, но анализы они делают из ласкарты. Так, чтобы радиослушным было понятно, если вот во время вот этой выборочной проверки все-таки ПВД констатирует, что там вот есть сармонелло, как в данном случае, что вся партия изымается из оборота или что вообще происходит? Да, эта партия, она изымается из оборота и она уничтожается. А вот мы говорим сейчас о специальной какой-то упаковке яичной массы. Ну, я не знаю, это скорее всего, вряд ли простые жители Латвии, идя в магазин, покупают какую-то яичную массу, они покупают обычные яйца. Где используется вообще эта яичная масса? Почему вообще к нам она поступает? Ну, она поступает для того, чтобы испечь разные булочки. Торты, наверное, да? Да, именно так, торты. Может быть, и омлеты в кафе? Конечно, и это используется в секторе Хорека, и они пекут все, что они там пекут, в том же числе и омлет. То есть это выгоднее, да, чем покупать просто готовые яйца? Да, и это быстрее. Представьте, если вы будете должны ждать омлет, например, 10 минут, либо 20 минут, а пока там повар... Да, быстренько разобьет эти яйца. А бывает посетителей много, и поэтому ждать некогда, да? Конечно, да. Это и с точки зрения бизнеса, это, конечно, понятно. То есть это просто выгоднее, дешевле, быстрее, да? Да, но это вот тогда уже разговор с каким-то руководителем кафе, чтобы он дал вам детали. Что касается... Значит ли это, что в Латвию могут поступать вот яйца из Украины, целиком яйца, то есть не яичная масса, и там тоже может содержаться сермонелла, или все-таки наша ПВД этого не допускает? Конечно, риск всегда, он есть, но так как наш ПВД, они очень тщательно пытаются, сколько их средств разрешают проверить, то я надеюсь, что салмонелла именно с яйцом сюда не попадет. Вот, может быть, несколько слов, какую-то характеристику рынка, чтобы люди представляли, вот ваша ассоциация, кого она объединяет? Большинство латвийских производителей яйца? Она объединяет не большинство, но крупнейших производителей... Это не только Балтико, потому что, Владимир, это слово у нас на слуху. Да, это просто производитель, которого мы хорошо знаем, но он не единственный производитель в Латвию. У нас нашими членами является и Путнофабрика Тьякова, и Аллоуксенс Путнофарма, и есть Замнеокусаймная цель. То есть христианский хозяйство. Да, христианский хозяйство. Который тоже производит яйца? Да, конечно, конечно. И нашим членом является самый большой производитель биологических яиц. Так что это не только одно предприятие. А биологические яйца, чем они отличаются от обычных? Они... Кроме цены. Да. И почему отличается цена? Это потому, что кура должна есть корм, который производится только и исключительно из биологических продуктов. То есть довольно дорогое удовольствие. Дорогой бизнес. Ну и цены, я так понимаю, все-таки на порядок выше, да, на такие яйца? Да, но потому что, чтобы вы поняли, получается, что зерно должно быть выращено биологически, все остальные ингредиенты корма должны быть выращены биологически. И выращивать биологически – это намного дороже, чем просто выращивать. Ну, я так понимаю, что цена может быть в два-три раза отличаться от обычных. Да, конечно. И христианин должен же заплатить все налоги из этого яйца. Так что поэтому цены есть такие, какие не есть. Вот мы знаем, что особенно в крупных торговых сетях очень часто бывают акции, в том числе и на яйца. И бывает такой диапазон цен, где там яйца предлагается 10 штук по 99 центов, по евро, там, не знаю, 10, евро 20, и рядом могут быть яйца, там, не знаю, начиная от евро 60, и так далее. Они чем-то по качеству отличаются существенно? Ну, размер там, я понимаю, да. Да, да, различается, во-первых, размер, но по содержанию, чтобы понять, чем они различают, надо делать анализы, потому что в этом году, в феврале, было изучение Латвии Славоксанельной Тепсуниверситет, и исследование, да. И люди нашли, что если кура кормится одним и тем же кормом, но содержается в клетке просто ку-теева и под номером один, то будут искасать черепис. А существенных нет. А под номером один это что? Это просто на природе вот эта вот курица пасется, если так можно сказать? Да, она пасется на улице, и она живет в своем домике, в курятнике, но у нее есть на каждую курой должно быть 4 квадратных метров площади на улице. Это какие-то европейские нормативы, да? Да, конечно, да. 612-939, телефон прямого эфира. Вот перед тем, как мы вернемся еще к этой украинской проблематике. Вот цены на яйца в Латвии, они как-то существенно отличаются от тех цен, которые, если не знаю, в соседних странах, в Литве, в Эстонии, там, или в Германии, вот. Есть какое-то разное? Самое главное, что отличает цену, это корм, который используется, это и просто экономские паматы, да, если вы содержаете 10 кур, вам производить яйцо будет намного дороже, если у вас будет, например, там тысячи кур. Тысячи? Да. А есть и такие крестьянские хозяйства в Латвии, где тысячи кур? Конечно, конечно, да. Да-да-да, как я и говорила, наш самый большой биологический производитель, у него чуть-чуть больше тысячи кур есть. Так что это возможно. Всегда мы понимаем, что вроде бы свободный рынок, хотя Украина не член Европейского Союза, ну, по крайней мере, только там в статусе ассоциированного члена. Вот мы вообще, если так можно сказать, латвийские производители покрывают все потребности жителей или Латвии вот в этом продукте питания. То есть, то вот те производители, которые есть, в том числе входящие в вашу ассоциацию, да, вот сколько, что вполне мы можем этот рынок свой закрыть. Мы вполне можем свой рынок. Без украинских, без других. Да-да-да-да. Но так как наши производители производят достаточно хорошего, даже очень хорошего качества яйцо, у него есть спрос в тех же Эмиратах. Да-да-да, наши производители ведут яйцо и в Европу, и вне в Европу. И тоже есть потребности. Да-да. Есть спрос, даже в Эмираты. Да, именно так. И если бы… у нас есть ресурс, не только то, что есть ресурс у наших членов, но и у других христиан, которые живут в Латвии, чтобы производить еще больше яйцо, чтобы у нашего потребителя была возможность выбрать, какое яйцо он хочет есть. И чтобы он каждый раз, когда хочет есть яйцо, чтобы это яйцо было. Нам даже не нужен импорт, но так как это яйцо приходит, оно намного дешевле, потому что его производить намного дешевле. Имеется в виду, но с Украины. Да. И если взять статистику украинских органов, то получается, что производить яйцо там на четверть даже дешевле, чем производить здесь. Тогда вам сложно будет конкурировать. И вот это и есть ответ на вопрос, почему импортные яйца, они намного дешевле. Потому что там налоги другие, зарплаты другие, цены на электроэнергию другие. Ну, это все накапливается. Затратная часть меньше. Да. Именно так. Вот мы все время говорим, может быть, мы во второй части еще вернемся к украинскому импорту. А создается ощущение, что у нас есть только латвийские яйца и в отдельных магазинах украинские. А какие-то другие производители к нам привозят, не знаю, литовцы. Да, литовцы, поляки, эстонцы. И на Пасху можно купить и яйцо из Финляндии. Потому что, видимо, спрос возрастает. Да. И чаще всего на белые яйца. И наши производители, они закупают белое яйцо, чтобы наши потребители могли купить белое яйцо и покрасить его в красивых цветах. А по составу и вкусу все-таки белые коричневые яйца как-то отличаются? Нет, они не отличаются. 612-939, Телефор Блинофе, 612-13-939, можете звонить. Работает и WhatsApp, вы можете задавать свои вопросы с помощью WhatsApp нашему гостю, 230-6191. Такой еще вопрос, который хотелось бы задать. За последнее время цены на яйца вообще выросли? Или более-менее вот так они стабильно держатся? Ваше наблюдение. Да, мое наблюдение, что цены не меняются, зависимо от того, сколько стоит корм и какой есть спрос яйца на рынке. Конечно, у нас бриевая стейргус, свободный рынок, и в свободном рынке цены меняются. Да. Такой еще вопрос, который хотел задать. Что касается вообще производителей яиц, вы сказали, что там крестьянские хозяйства, как это государство помогает вообще своим отечественным производителям, или они сами должны вот это свое место на рынке завоевывать? Ну вот второй вариант. Птицеводы и те, которые выводят свиньи, они почти ничего не получают. Как, например, те, которые держат коровы для молока. Они получают свиньи? Да, они получают, да. А фактически производителям яиц нет? Нет. И вот этого мяса птицы тоже нет? Нет. Нет. А вот если мы говорим о экспорте, вот вы уже упомянули Арабский или Эмират, в целом ряде стран Европейского Союза. А что касается вот этой продукции самих птиц, там есть возможность куда-то на экспорт отправлять? Да, 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 есть, есть возможности. И наши производители молодцы, они ищут все новые и новые рынки, куда распространяться, чтобы они могли имя Латвии и свою продукцию нести в большой мир. Так, чтобы понимали, вот наши радиослушатели, что касается вот, не знаю, крупной компании, которая у нас на слуху, например, Балтикова. Это большие инвестиции вообще, чтобы создать такое конкурентоспособное производство? Да, конечно. Инвестиции должны быть очень большими. И это один из, как бы, таких вопросов, который возникает, когда я читала, что украинские производители хочут здесь строить свою ферму. И если сложить инвестиции, которые они говорят, что они здесь сделают, и инвестиции, которые должны вкладывать наши производители, то они намного меньше, чем инвестиции, которые вот, если строить новый курятник здесь на месте. Так, вопрос, почему? Почему это настолько такая большая разница? Да, вот интересно, мы говорим вот о том, что во второй части еще поговорим об украинских производителях и желании их здесь закрепиться. А вообще, мы знаем, что во многих отраслях приходят какие-то крупные транснациональные компании, да, и начинают скупать, как бы, вот латвийские. Да, это мы знаем все время было, поменялся владельцы и те, кто производит молочные продукты, мороженое, да, те, кто производит пиво, уже больше не латвийское, да, понятно, что приходят крупные корпорации, они покупают. Что касается вот этого яичного производства, есть ли интерес иностранных инвесторов к нему? Ну, тогда тоже надо спрашивать владельцев компании, есть ли у них какие-то передаваемые. Но ассоциация как, ну, ну, азарь спарста, авис, мы считаем, что производение яиц и птичьего мяса, это является колоссальным бизнесом для мелких и средних христиан, чтобы они могли продолжать жить в Латвии, на хуторе, правильно будет сказано? Ну, не в городах. На селе? Да, на селе, чтобы они могли жить, чтобы они могли себя содержать и жить хорошо, не просто выживать. И поэтому я как ассоциация могу сказать, что мы видим дальше от истебу, развитие отрасли именно в более маленьких и средних предпринимателях. Те, которые большие есть, они молодцы, пусть и не будут, но мы должны и остальное развивать. Развивать. Наверное, есть какие-то у вас, может быть, вы с собой не захватили, тогда в общих чертах. Вообще, за последние годы какая динамика? Растет потребление яиц, яичных продуктов? Динамика в последних 10 лет, она очень не меняется. Это примерно 200 с небольшим хвостиком яиц на одного жителя Латвии в год. 200, да? Да. Ну, это почти, наверное, ну да, через день тогда можно считать, что люди кушают яйца, да, 365 дней в году. Но это неплохие показатели. Да, 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 мы, это такая средняя цифра в Европе вообще. А вот эти продукты из яйца, яичная масса, мы тоже отправляем на экспорт, да, не только вот мы ждем импортированных, но мы и отправляем на экспорт. Да, да. Ну что ж, поговорим о второй части, еще и об Украине. Вообще, только тогда, чтобы закончить эту первую часть, есть ли возможность, что-то, я знаю, вы мне до эфира сказали, что у вас были контакты и в Министерстве земледелия, вот, и в ПВД. Я так понимаю, что основной камень преткновения – это недостаточное финансирование ПВД, чтобы они могли эти проверки сделать тотальными, да? Да, да, да. И нам эти средства, ну не нам, а в ПВД эти средства нужны, чтобы наши потребители, и не только наши потребители, но и потребители в Европе, потому что Латвия является большими воротами импорта, чтобы потребитель был уверен в том, что он ест, и что это не будет влиять на его здоровье и, не дай Бог, на жизнь. Да, ну что ж, тогда прервемся ненадолго, во второй части поговорим уже поподробнее об этой ситуации, небольшая пауза новостей и рекламы, не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели, Анна Эрлиховна в студии, руководитель ассоциации производителей яиц и птичьего мяса, вот мы говорим о такой тревожной тенденции в яичном массе, которая поступает к нам, импортируется из Украины, обнаружена салмонелла в одной из партий, и вот в связи с этим ассоциация бьет тревогу, но мы знаем, что есть заявление АВАСТАР-ЭРОП, я так понимаю, которое представляет украинское предприятие АВАСТАР-Юнион, я так понимаю, что это и есть группа предприятий, которые производят на Украине яйца, из них делается эта яичная масса, и она поступает в том числе в Латвию, они считают, что вот, видимо, и ваша ассоциация занялась компанией, как тут написано в их заявлении, очернительства. Может быть, вы действительно хотите очернить конкурентов? Самое первое, что мы хотим, это предупредить потребителя, что в импортных продуктах, яичных продуктах найдено салмонелла, и это не одно, а уже дважды, в двух партиях. Это такая тревожная тенденция? Да, конечно, потому что, как мы говорили в первой части эфира, что ПВД, они молодцы, проверяют, но они не могут проверить на данный момент каждую партию. И тогда возникает вопрос, что происходит с продуктами, которые не проверяются. Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что основная цель ассоциации, во-первых, две цели – привлечь внимание потребителей и все-таки добиться, как-то поспособствовать, чтобы ПВД, вот, продовольствие ветеринарной службы проверяло стопроцентно все грузы, да, которые поступают? Да, и мы хотим открыть глаза Еврокомиссии, потому что производить здесь на месте, чтобы производить здесь на месте, производитель все равно в Латвии, Литве, Испании, Италии, он должен соблюдать некоторым нормам, он должен производить яйцо по самым высоким стандартам. Но стандарты производителя Украины нам, ну, я бы сказала, неизвестны, потому что мы сами там не были, не видели, но Еврокомиссия была, они были там в аудите, и последний аудит, к сожалению, был только в 2013 году, и в этом аудите черном и на белом написано, что члену, по оставим из Еврокомиссии, представителю Еврокомиссии, ему нету стопроцентной гарантии, есть признаки, что часть Украины, они не понимают этих просьб Евросоюза, и если аудит за нёма стоит такое написано, тогда, конечно, возникает вопрос, как они производят, украинцы, это яйцо и продукты из этих яиц, и соответствует ли это безопасности, потому что украинские ПВД, они выдают сертификат, что с продуктом всё хорошо, что всё в порядке, и он соответствует какими-то нормами. Но если продукт на нашем рубеже проверяется, и у него есть этот сертификат, в котором написано, что с продуктом всё в порядке, но наш ПВД берёт анализ, и там находится салмонелло, тогда возникает вопрос, насколько тыцами эти сертификаты. Правдоподобные, да. Тем более, я так понимаю, что при всё уважении к Украине, но всё-таки она не входит в Европейский Союз, и таким требованиям и стандартам может и не соответствовать, да? Да, конечно, но мы считаем, что каждый производитель, который хочет продавать свою продукцию на европейском рынке, он должен соответствовать. Почему? Потому что Европа просит своих производителей быть в самом высоком стандарте, быть очень ответственным каждому шагу, который они делают, но в то же время мы запускаем в наш рынок продукт, который производится по сомнительным принципам и по намного ниже стандарте. А уходят ли слухи, что могут здесь появиться и производители яиц, к примеру, из той же Украины? Да, если вы откроете прессу, газеты, интернет-порталы, вы найдёте информацию, да, что они выбрали сейчас, если я правильно помню, четыре места, где они думают о строительстве своего производства. Вот тоже может возникнуть вопрос, а почему именно из Украины к нам вот импортируется? Почему, к примеру, не из Белоруссии? Это ещё ближе. Ну вот, не знаю, не смогу вам ответить на этот вопрос. А, единственное, да, конечно, могу ответить с точки зрения того, что это политический ламмус. Решение, да. Да, после аннексии Крима Евросоюз. Решил таким вот образом поддержать, да? Поддержать Украину, да. И поэтому начался большой импорт из Украины. И это с 2016 года, если я правильно помню. Вот, если мы говорим вообще о продуктах из яйца, вот мы, зная, понимаем, яичная масса. Что ещё? Я видел в отдельных магазинах, если не ошибаюсь, по-моему, Риме, какие-то яйца, где они чем уже очищены в каком-то вот таком специальной жидкости. Угу, это значит, в импорте из Украины приходит яйцо, которое мы можем купить в магазине и ставить на стол. Да. Приходят разные массы из яйца. Это, как вы в самом начале упомянули, это желток, белок, либо просто яичная масса, и это ещё яичный порошок. Но мы с вами в магазине порошок не купим. Нет, это, видимо, используется тоже... Да, в производстве где-то, где, опять, булочки, да. Если мы говорим вообще о развитии отрасли, вот эти крестьянские хозяйства, их становится вообще больше, те, кто производит яйца, или они понимают, что уже рынок насыщен, и пробиться в него вот в те же торговые сети будет крайне сложно? Очень медленно, но это число растёт. И чтобы маленький и средний мог быть, жить и продавать в этом рынке своё производство, они уже должны кооперироваться. И мы считаем, что тот, кто производит яйцо, он должен производить яйцо и не думать о том, как его продавать. Ну вот и есть место для кооперации. Вот что касается рынков, мы знаем, что на центральном рынке тоже бывают, продаются яйца. Это какие-то совсем индивидуальные крестьянские хозяйства, которые к вашей ассоциации не имеют никакого отношения, или это тоже одно из мест продажи яйца, общая членами вашей ассоциации? Наши члены, они продают яйцо сами, тот же Балтыково, Луксинспутноферма, Экаово, Островопслыгсда. Те, которые продают на рынке, они уже кооперируются, это очень маленькие и не настолько очень, но маленькие все-таки производители, которые как кооперируются и продают свою продукцию, значит, на месте, где потребитель может его очень аарты, ну, оперкать. Да, удобно приобрести. Возвращаясь вот к этой истории, есть ли какие-то, вот я знаю, что встречаясь и в Министерстве земледелия, и с представителями ПВД, есть ли какие-то сроки обозначены, когда могут изыскать средства бюджетные в этом году или нет, чтобы можно было вот эти проверки сделать вообще регулярными? Мы надеялись, что кабинет министров будут смотреть этот вопрос 11 июня, но, к сожалению, они этот вопрос не поставили с АВАД и Энскар Тейба, и сейчас мы уже надеемся, что это может быть на следующей неделе произойдет, и они будут смотреть насчет этих средств, чтобы ПВД мог еще тщательно проверять импорт. Да, вот еще если мы говорим о производстве, вот об этой сфере бизнеса, все-таки насколько члены ассоциации могут, не знаю, рассчитывать все-таки на поддержку того же государства в экспорте своей продукции, вы упомянули там отдельные примеры, но вообще вот страны Европейского Союза мы можем вообще нишу занять? Или там все свои производители, не знаю, в Германии, во Франции, в Швеции, в Финляндии, им латвийские яйца не нужны? Ну, всегда можно найти, где еще можно продать свое яйцо, но Европа, она самодостаточна на этот момент. Почему возникает возможность экспорта? Это потому, что опять другие страны экспортируют где-то не в Европу, и получается, что освобождается место для импорта все равно из Латвии, из Швеции, все равно откуда. – Да, еще, может быть, такой вопрос хотел задать. 612-939, телефон прямого эфира, кстати, если у вас есть вопрос, наши гости задавайте. Вот что касается вообще всей этой развитии ситуации в сельском хозяйстве, производителей, например, птичьего мяса, что там, на что-то хоть какие-то дотации и субсидии можно получить или только на посевы на эти площади, только сами… – Если у производителя есть земля, то он может получить субсидии на то, что у него есть, имеется земля. Но если у тебя маленький курятник, ну, либо даже не маленький, а нормальный курятник, то за то, что у тебя есть куры, ты производишь яйцо, ты никакие субсидии не получаешь. – Ну, что, вот вы упомянули крупных производителей, ну, и тех, кто производит там ЭКООВА, БАЛТИКОВА, какое количество работающих там примерно, я так понимаю, что это очень большие вложения, и откуда вообще тогда брать средства? Только кредиты? какие-то собственные накопления? – Да, наши христиане начинают с кредитами, и, окей, единственное, как они могут получить какую-то поддержку из государства, это если есть открытый… открытый карт, открытый карт, да. – Открытый карт, да. – Да, чтобы написать проект, но все равно тогда они должны искать деньги в банках, чтобы этот проект реализировать, потому что деньги на проект, они вычисляются только потом, когда уже все окончено, и, например, объект сдан в эксплуатацию. – Вот мы знаем, что часто и в магазинах, ну, наверное, практически во всех супермаркетах, наряду с куриными яйцами есть так называемые перепелиные яйца, такие маленькие. – Да. – Это не к вашей ассоциации, или это тоже кто-то из производителей, заодно у них есть и перепела, и они вот эти яйца тоже поставляют? – Насколько я знаю, то Балтикова продает перепелиные яйца, но, к сожалению, я вам сейчас не скажу, есть ли у них самих перепела, либо они закупают, да. Но, конечно, если кто-то из производителей хочет стать членом, то, пожалуйста. – А производителей, в принципе, в одни много, да, это не только эти восемь, да, вот. – Да, да, восемь – это из большого регистра, а большой регистр состоит, если я правильно помню, то из 13 производителей, и это производители, у которых больше, чем 350 кур. – 350 кур, да, но это, наверное, большие вложения, и я так понимаю, все-таки нужны люди, которые там работают, этим занимаются, да, или это полная автоматизация? – Да, достаточно большие вложения, но это является достаточно хорошим бизнесом для семьи, потому что, когда вы живете в поселках, вы им же чем-то должны заниматься, и почему не быть самому себе начальнику и не производить продукт, у которого есть будущее. – Вот завершаем, может быть, нашу беседу, чтобы людям было понятно, чтобы избежать все-таки, не знаю, заражений с альмонолиозом. – Я так понимаю, что и те, кто вообще пить и использует эту яичную массу, да, должны все это тщательно прожаривать, ну, яйца, наверное, варить хорошо, да? – Да, да, обязательно, потому что салмонелла, она такая бактерия, которая живучая, но она… – При определенной температуре, да? – Она умирает при определенной температуре. – То есть, в принципе, вот эти вот такие вот яичницы из сырого яйца или пашуты, они достаточно могут быть опасны в этой ситуации, да? – Лучше прожарить, лучше прожарить, проварить и быть уверенным в том, что вы едите, потому что это не шутка. – Вот эти производители украинских яиц, они каким-то образом пытались, не знаю, вступить с вами в диалог, ну, вот мы слышали, что они собираются обратиться в правоохранительные органы по поводу, вот они считают, что их очерняют, но с вами на диалог они не шли, да? – Когда они только начали разговор о том, что они хотят построить здесь производство, то они были у нас, хотели стать членом, но мы объединяем тех, кто уже производит, а не тех, кто только думает о производстве. – То есть, сначала нужно все-таки создать это производство, а потом уже что-то говорить. – Ну что ж, остается надеяться на то, что все-таки в этой сфере тоже будет наведен порядок, я так понимаю, что вы ждете сейчас какого-то уже конкретного ответа от продовольствия ветеринарной службы. – Ну, это не… Впервых, это не от них, а от кабинета министров. – От правительства, да. – Да, от правительства, дадут ли они дополнительные финансы, которые… – Скорее всего, из фонда на непредвиденные расходы. – Ну, мы надеемся, потому что ПВД, они сказали, что они готовы проверять, они готовы сдавать дополнительные анализы, но опять это все отталкивается на финансовые средства. – Анна Эльх, у нас была в студии руководитель Ассоциации производителей яиц и птичьего мяса, большое спасибо. – Спасибо вам.